Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Так случилось, что назвали мы свою презентацию «Развитие рынка органики в наших руках». Это не лозунг, это не попытка привлечь внимание, это констатация факта. Сегодня рынок органики настолько мал, что, наверное, его можно рассматривать через микроскоп на территории Российской Федерации. Но при этом у этого рынка, наверное, исключительное положение с точки зрения того, что фактически все направления урегулированы. Я имею в виду правовые направления. Есть государственные стандарты, есть федеральный закон, есть постановление правительства, которое определили стратегию развития органической отрасли. На мой взгляд, сегодня действительно многие важные вещи осуществлены. Но самое ценное то, что в нашей стране есть те люди, которые уже занимаются органикой не первый год, и, наверное, даже не первое десятилетие. И они фактически являются такими активными сподвижниками, и на них можно ориентироваться. Но почему рынок не растет так активно, как бы нам этого хотелось? И вот как раз с таким призывом в названии презентации я бы хотел обозначить те моменты, которые фонд, как организация, направленная на содействие развитию рынка и формированию культуры потребления, может предложить и предлагает уже сегодня для потребителей и для производителей. Но вначале такой небольшой рейтинг. Так как фонд работает со многими территориями, разные проекты реализуя в нашей стране, мы сегодня можем видеть по вовлеченности в проекты фонда следующие регионы Российской Федерации. Вот первая тройка регионов, Московская область, Воронежская область, Республика Мордовия, это, так сказать, лидеры не только с точки зрения наличия производителей, но и активности потребителей, которые сегодня так или иначе интересуются органикой, покупают органику, смотрят в эту сторону и происходит постоянный рост. Особенно это заметно в Воронежской области, за последний период времени существенно приросло количество производителей. Но при этом мы видим, что здесь и другие регионы, не сказать, что наступают на пятки, но так или иначе вовлечены. Но вот первые шесть мест, те регионы, которые сегодня имеют производителей, интересуются органикой и органы власти, так или иначе, активно за счет различных мер поддержки, в том числе оказываются действия развитию рынка. Что мы предлагаем с точки зрения потребителя? И здесь делаем акцент на то, что ваш и наш потребитель органики, это будущие потребители, это наши дети. И вот в нескольких регионах нашей страны, их 11, уже состоялись образовательные мероприятия, подчеркиваю, образовательные мероприятия, неразовые акции. А в течение учебного года дети по желанию принимали участие в конкурсе на знание темы органической продукции, получая информацию в полном объеме от своих учителей в виде занятий дополнительных образовательных в школе, на вопросы, связанные с органикой. Какая органика производится? Как ее производить? В чем ее особенность? Какая польза или вред, условно говоря? Какие есть региональные особенности ее производства на территории? Побывали на предприятиях, которые занимаются производством органики? Не везде, конечно. Самый большой субъект Российской Федерации – Якутия. Органики сертифицированы пока нет, но регион со стороны власти достаточно активно интересуется. Есть хорошие примеры школ, где на базе созданы уже производственные кооперативы, которые занимаются и вовлекают в производство самих детей, учителя, и производят хороший продукт. Пока он не сертифицирован, но он имеет все шансы стать органическим. Это хорошие примеры практико-ориентированной деятельности в школе, которая позволяет создавать условия для познания органика. Хочу сразу подчеркнуть, мы не против чего-либо. Мы говорим о том, что формирование осознанного выбора у ребенка в начале его жизненного пути дает возможность в дальнейшем взрослом состоянии делать выборы, понимать, в чем отличие между традиционной продукцией и органической. И самое интересное, даже не как потребители, а для многих наши мероприятия становятся профориентационными. Многие, даже сельские ребята, обращают на работу внимание, которое осуществляется на селе, непосредственно в хозяйстве, которое занимается производством органика. Надеюсь, что это будет способствовать и по увлечению в работу в АПК в нашей стране. Кто активно помогает? Вот здесь мы маркировали наших друзей, коллег, которые непосредственно не стояли в стороне от конкурса, а активно участвовали. Это и компания М2, и Оривера, и Хостачай, и университеты, будь то Белгородский и Приморский, Союз органического земледелия, конечно же Роскачество. Детская пищевая станция, это Мордовия. То есть мы видим, что, может быть, я кого-то не назвал из перечисленных знаков, но люди узнают о них и будут ориентироваться на то, что органики и те организации, которые к органической продукции имеют непосредственно отношение, абсолютно неравнодушны и активно принимают участие как в образовательном процессе, так и в практическом узнавании об органике на своих предприятиях, куда приезжают с экскурсиями ребята. Кроме того, вот у нас в прошлом году случилась такая ситуация, что мы сделали, ну многие говорят об органике, об органике говорить сложно, если ты не погружен в процесс, это будет долго, муторно, нудно, иногда непонятно, а большинству и непонятно. Иногда даже производители путаются, что же такое органика. Но для того, чтобы не путаться и как-то быстрее усваивать эти знания, мы решили перевести с русского на русский и сделать мультики. Мультики сделали под сюжет Всероссийской Олимпиады, которую проводит Минпросвещение, центр непосредственно отдыха и развития детей федеральной. Олимпиада состоялась в нашей стране, вот в октябре-ноябре прошлого года вместе с фестивалем приняло 236 тысяч ребят по всей стране. Наши мультики стали конкурсным заданием. Что это подразумевало? В рамках этого конкурсного задания ребята, посмотрев культики, должны были ответить на вопрос олимпиады. И кто ответил первый и правильно на все вопросы, стал участником стажировки в М2. В этом году, в мае месяце, большое спасибо компании. Она приняла ребят из Донецкой республики, из Липецкой области, Белгородской, Смоленской, Московской области на базе своего хозяйства. И показала детям и сопровождающим длицам, родителям, где-то были учителя, как органика производится, какая культура производства. И у многих просто не было желания уезжать оттуда. Настолько комфортные условия созданы для тех, кто там трудится, в каких условиях это производится, как выглядит органическая продукция в натуральном виде. Поэтому большое спасибо М2, публичи Поле, за то, что они поддержали и стали заниматься тоже продвижением этой информации. Я просто не увидел других производителей, которые в этом формате восприняли и взяли эти мультики на вооружение. Кстати, Хип заявлялся о том, что он хочет использовать наш мультфильм, и может он тайно это и делает, по крайней мере мы не знаем. Есть замечательный канал, телеграм-канал Совета Федерации органика для нас. Он тоже подхватывает всегда все наши инициативы. Большое этому каналу спасибо. Поэтому привлекать и участвовать в развитии рынка – это задача непосредственно всех. Не только потребителей, но я думаю, что производители и союз не менее в этом заинтересованы. Поэтому приглашаю и призываю активно присоединяться к нашим проектам. Наши проекты не носят коммерческого характера. Они абсолютно популяризационные, направлены на ознакомление максимального количества людей с органической продукцией. Как той продукции, которая несет пользу для окружающей среды, для здоровья человека каждого. Каждого здоровья человека. Информационный портал. Вот подходил сейчас коллега из Дагестана. Активно нас с Александром инитировал за то, что мы не понимаем смысла органики. И вообще в органику нужно просто верить. Не надо ничего сертифицировать. Мы пояснили и даже попробовали его первоначально продукцию. Сказали, что лучше все-таки для того, чтобы потребитель вам верил, не только возить всех в Дагестан замечательную республику, но и, конечно же, сертифицироваться. Потому что это, наверное, единственная система сертификации с точки зрения, я имею в виду, подтверждения и процесса. Это органическая сертификация. Она действительно оценивает не только в моменте, но и контроль осуществляется ежегодно. Если я вдруг согру, меня коллеги поправят. На информационном портале вы можете увидеть всех тех, кто занимается производством. И самое главное, на этом портале должны оказываться те, кто делает конечную продукцию. Вот видите, из 233 производителей органической продукции в России у Александра 193, потому что он указывает только с российским сертификатом. А мы даем информацию тех, кто имеет зарубежные сертификаты. Только 60 компаний делают конечную продукцию. Ту, которую мы с вами можем купить в магазине. Только 60. Проблема переработки на внутреннем рынке стоит достаточно ростом. Многие из них работали, конечно же, на экспо. Это хорошо, но кормить органикой в нашей стране лучше, конечно же, нас. И еще один проект Росельхозбанка. Это тема, которая связана со вкусными пятницами. Это абсолютно бесплатный для участников проект. Предлагается во всех территориях России, где действует Росельхозбанк. И в Москве, например, в Сити. Раз в неделю, в пятницу каждый из производителей может абсолютно бесплатно встать и продавать свою продукцию. Мы проходим из порядка 2-3 тысяч человек. Здесь написано минимально. И продукция покупается хорошо. Люди реагируют на нее специально. До этого создается место. Но вот мы задали вопрос всем нашим производителям в органике. Не побоюсь этого слова, кого-то обидеть. Лишь одна компания «Моворуса» из Новгорода подтвердила свое желание участвовать в «Вкусные пятницы». Что меня сильно удивило. Хотя, знаешь, что... Доварис, помнишь, они же у нас победители конкурса номинации «Народный органический бренд». Чтобы ее затвердить, они решили подтвердить это в «Москосите». Знаю, что и «Ривера», и «М2», и «Угличеполе» участвовали. Но вот мы приглашаем, но как-то нет желания участвовать. Что очень странно для меня. Коллективные стенды. Вот вы видите сзади вас коллективные стенды. Там представлены всего лишь 8 производителей органики. Но эти коллективные стенды, как некие островки на выставках, которые мы создаем специально для того, чтобы как можно ближе торговые сети, потребители, торговые сети познакомились с нашими производителями. И вот географию участников наших стендов вы видите на этом слайде. 22 региона своих производителей на наших стендах представили за последние 2. И вот сейчас уже третий год, в 2024 году мы проводим «Экогород-экспо» раньше, чем другие выставки. «Золотая осень», «Волтфут» будут. И там же наши производители тоже покажут и представят свои образцы. Приглашаем всех к участию. Очень активно рекомендуем всем, во всех регионах, делать локальные мероприятия. И вот в локальных мероприятиях приглашаем участвовать производителей, потому что люди приезжают и хотят попробовать не региональные, а органические продукты. Вот «Хуторфест» – ближайшее мероприятие в августе. Они не первый год это делают. Большие молодцы. «Биохутор Петровский» – один из производителей в Ростовской области. Он приглашает всех своих коллег по цеху органических производителей принять участие, показать свою продукцию. Может быть, там не такая великая проходимость, но это люди вовлеченные. Порядка тысячи человек участвуют всегда в этом фестивале. Очень охотно покупают органику, ее пробуют. И много других приятных, интересных событий происходит на фестивале. Чтобы не рассказывать, лучше приехать и посмотреть. И вообще в других регионах, конечно же, такие акции нужно делать. Здесь, в большей степени, наверное, органы власти. У нас здесь органов власти нет. Но так или иначе, многие из них хотят, но не все могут. Здесь важно, чтобы в регионе были активные производители, которые эту тему могут подтянуть. А мы готовы поддержать. Поэтому, если региональные производители захотят это сделать, мы расскажем, как и мы сможем помочь и морально, и материально. Стажировки, коллеги, обращаю внимание. Большое спасибо принимающим сторонам. Вот вы видите регионы, где стажировки проходили в нашей стране. В 22-23 году это и в Республике Мордовии, и Олеговича на их базе. В этом году в Кабардино, Балкарии, на яблочных садах богатого урожая в сентябре будет. В Красноярском крае у Олега Ильича Жгуна проходила стажировка. В Московской области на М2 постоянно проходят стажировки и даже подъех в течение года. В Новосибирской области, в Орловской впервые будет проходить на базе пути жизни. Компания представлена также на нашем стенде. В июне приглашаем тех, кто хочет принять участие и познакомиться с органикой с точки зрения возможностей и практики производства. Ростовская область, это, конечно же, Галкутер Петровский. И Тульская, это Черный Хлеб. Большое спасибо всем, кто принимает и приглашаем принимать участие в мероприятиях. Часть стажировок уже заполнена, то есть нет у нас свободных мест, но еще есть места по некоторым направлениям, поэтому приглашаем заявляться. Ну, кстати, география участников меньше, чем география там, где проходят стажировки. Вот вы видите, Воронежская область предприятия, Новосибирская, Алтайская края, Республики Мордовия, Калининградская, Московская и Тульская областей принимали участие. А регионов у нас было больше, даже в прошлом году была Республика Беларусь. Есть интересанты, есть те, кто желает, кто увлекается процессом стажировки. Это лучше тут узнать о том, как это в жизни происходит, потому что не все написано в гости, не все написано в учебниках, а то и не написано совсем, а на практике люди делятся своим практическим полезным опытом. Спасибо за внимание. Я рассказал только о некоторых проектах, которые, на мой взгляд, полезны, прежде всего, по увлечению и распространению знаний в органическом производстве. Спасибо вам. Куршунов Сергей представляет союз органического земледелия уже много лет на нашем поле органическом находится. И буквально в декабре прошлого года два союза объединились в один. Теперь мы имеем единую площадку для консолидации и помощи, и консультации, и работы всего органического союза. Сергей, тебе слово. Чем союз дышит? Что можем дать производителям? Зачем это нужно вообще потребить? Спасибо большое, Александр. Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле, да, в принципе, все, что я хотел сказать, Александр сказал. Я действительно представляю союз органического земледелия. На этом поле, как он выразился, я уже, получается, больше 12 лет. Союз существует уже больше 10. В прошлом году мы отпраздновали 10-летие. И действительно, в прошлом году два наших союза, это Союз органического земледелия и Национальный органический союз, объединились. И сейчас мы являемся единственной отраслевой ассоциацией. И смысл-то, собственно говоря, существования союза именно в том, чтобы объединять органических производителей, объединять тех, кто успеем, имеется стать органическими производителями. Это было, кстати, всегда одной из наших отличительных особенностей. И коллегу из Дагестана мы уже пригласили в Союз. Объединять производители биопрепаратов биоудобрения, которые допустимые разрешены к использованию в нашем производстве. И как отраслевая ассоциация мы участвуем, естественно, во всех существующих государственных активностях, которые проходят в области органического хозяйства в нашей стране, в Евразийской экономической комиссии. Ну и в общем и в международных тоже. Про это там пару минут скажу. На самом деле, это город Экспо, такое мероприятие всегда. Мы вроде на нем никогда не рассказываем, что такое органическое и сельское хозяйство. Потому что что рассказывают здесь и так, все все знают. И кто-то, как уже говорили коллеги, сертифицированный органик, кто-то уверен, что в этом нет необходимости. Он и так сам по себе органик хороший. Кто-то, в принципе, просто производит что-то натуральное и так далее. Но тем не менее, хочу еще раз сказать, что все-таки, да, вот для всех участвующих, об этом Александр говорил, но тем не менее, то есть в нашей стране органическими производителями признаются только те, кто проходит процедуру сертификации, то есть процедура подтверждения совместка согласно ГОС-33980. Все остальное, так или иначе, является введением потребительного заблуждения, какие бы вы ни были хорошие. У меня огромное количество, на самом деле, друзей, знакомых, кто производит ту или иную продукцию. В том числе максимально чистую, максимально натуральную. Но, вот не устаю заявлять, что для того, чтобы размещать информацию о том, что вы органический производитель, что ваша продукция органик, там, ВИЛ и ЭКОД, с 1 сентября текущего года, нужно проходить сертификацию. А так, вообще, был тут недавно у нас спор в Менсельхозе, там, ну, там, мы не спорили с Менсельхозом, мы спорили не через себя, да? То есть, вообще, сельское хозяйство – это, как бы, бизнес или это образ жизни? Вот, если про спор, что сельское хозяйство – бизнес или образ жизни, ну, тут можно поспорить, потому что мы знаем очень много бизнесменов, которые занимаются сельским хозяйством, то органическое сельское хозяйство – это, как бы, однозначно образ жизни. Вот, поэтому, если кто-то занимается или планирует заниматься, вот, как сказал Александр, мы в Союзе занимаемся поддержкой и информационной, прежде всего, да, технологической, если нужно что-то помочь по технологиям производства, где-то, естественно, сотрудники Союза или я там, мы не можем всего знать, но, по крайней мере, мы знаем тех, кто занимается тем же самым видом производства, то есть, сталкивался с теми же самыми проблемами и обладает какими-то решениями. И мы можем убедить этого человека, ну, поделиться, собственно, этими решениями. И вот тогда, вот, еще до 20-го, по-моему, года, да, мы задумывали вот эти вот обучения, да, мы делали их гораздо более общими, то есть, звали на них не только производителей, звали, в принципе, всех заинтересованных и довольно-таки длинными, да, двухдневными. И цель была как раз знакомить, в принципе, вообще людей с органическим производством, не только учить, да, то есть, не только делать стажировки, но хотя бы просто познакомить, просветить. Потому что, ну, однозначно я могу сказать, что за нашим видом сельского хозяйства на самом деле будущее. Потому что куда идет интенсивка вся, да, интенсивка, вопрос времени, когда сегодня биотехнологи смогут заменить интенсивный сельскохозяйственный производство. То есть, они как бы над этим активно работают. И когда мы говорим, допустим, про мясо, я не вега, я потребляю мясо, да, то есть, вот, 5-10 лет, и мясо будет белковым. Кому нужна вот сравнение белкового мяса, да, сегодня, ну, в смысле, то, что выращено с помощью микроорганизмов, да, оно сравнение идет с интенсивным. Но если мы возьмем курицу органическую, да, ну, то есть, выращенную в соответствии с органическими, с предыдущими, да, и курицу интенсивную, это небо и земля. То есть, это два совершенно разных продукта. Биотехнология – это еще дальше. То есть, они говорят, ну, мы создали что-то похожее, да, по белкам, жирам, углеводам – это не хуже, это даже лучше. То, что там с нутриентами, ну, мы, конечно, что-то добавили по функционалке, да, там, не знаю, дали вам что-то, что вам нужно прям очень, да, то, что можно продать в маркетинге. Вот. И через какое-то время будет объяснено, что это наше будущее, да. Вот, поверьте мне, и не только в странах, проклинаемых, там, сегодня, там, запах, там, да, вот эти вот черты, а и нам тоже будут это объяснить, что абсолютно нормально есть искусственную еду. А почему? Она же, ну, как бы, что вы, она полезная, а если сравнить ее с интенсивным сельскохозяйственным производством, так она еще и лучше, вот. Ну, и сельскохозяйство, именно в том виде, в котором мы его понимаем, оно вот и останется уделом, я думаю, именно органических сельхозпроизводителей. Ну, это так, как он, как бы, может, немножко маргинальное визионерство, но тем не менее. И, собственно, чем больше мы делаем, даже не так, мы гораздо больше можем сделать, когда нас больше, да, то есть, вот, такой капитан очевидности, да. Поэтому вступайте в союз, присоединяйтесь. Чем больше нас будет, как я уже сказал, тем больше будет наш результат. Да, из последних, ну, я не буду, как бы, говорить про, ну, то, что там было, да, из последних, вот, две недели назад мы делали тоже, вот, как и фонд Органика в нашей стране, и, как, кстати, Роскачество тоже, вот, будет через неделю, через две недели в Китае. Мы тоже в Китае делали выставку на русско-китайском экспорт, где был, кстати, Владимир Владимирович Путин, ну, до нас он не дошел. Вот, но тем не менее, по крайней мере, мы... Краем глаза виден, я точно знаю, что край глаза... Да, краем глаза должен был видеть, потому что он там разворачивался. Ну, поскольку народу много, да, то есть вокруг него ходило, я думаю, что, может быть, и не увидел. Ну, было бы, ладно. Китайцев было очень много, и я надеюсь, что в этом году ряд наших производителей пройдет процедуру сертификации под китайскому стандарту, и в этом году мы начнем продавать нашу продукцию и в Китае, потому что довольно долго мы продавали ее в Европейский Союз, в другие страны, и сейчас, я думаю, что китайский рынок, как экспортный рынок, если вот, ну, не считать основной наш рынок, все-таки это наша страна, да, но как экспортный рынок, китайский рынок, для нас интересен. Вот. Я, наверное, все. Единственное... Есть у меня минутка еще? Или все? Ну, давай, минутку еще. Минутка, да. Я прополемизировать с Вячеславом по поводу того, кто у нас целевая аудитория для обучения. Я тут совершенно случайно принял участие в обучении московского долголетия два раза. Я могу сказать, я такой вовлеченной аудитории не видел, да, и из чего, в общем-то, я сделал вывод. Вот у меня четверо детей, они знают, чем я занимаюсь, прекрасно, да, они там и, ну, на одном из предприятий бывает, ну, двое, по крайней мере, мальчишек, бывает, как бы там, что-то делают летом. И вот, я честно скажу, им отмирать органический продукт. Это при том, что, в принципе, дома мы стараемся, по крайней мере, потреблять органику, мы стараемся жить в соответствии с нашей философией, но я понимаю, что дома одно, а как только он выходит из дома, ему, как бы, это уже не имеет значения. И я думаю, что, в принципе, невозможно подростку, ну, не ребенку, ребенку возможно, подростку и, там, ну, чуть более старшему человеку, у него другие интересы в жизни, у него другие ценности, какой бы он ни был, да, у него все равно другие, как бы, ценности, которые прививаются окружающей средой. Не только дома, не только родителями, но и окружающей средой. А вот, когда человек 55+, уже начинает задумываться о том, что, а как же так я, блин, дошел до такого, же я задыхаюсь, когда поднимаюсь на третий этаж, или еще там что-то у меня есть, там, или там, веса во мне, там, килограмм на 30 больше, чем хотелось бы, вот, и наклониться не могу и так далее. Вот тут-то как раз ценность продукции, которую человек потребляет, да, она становится очень важна. Еще один маленький актуальный момент очень заходит, когда я рассказываю, что я, вот, добавив в свой рацион гораздо больше органических продуктов, чем еще пару лет назад, да, я стал ехать гораздо меньше. И я, как бы, ну, чувствую себя абсолютно сытым. Ценность наших продуктов выше. Вот это вот нужно понимать, именно пищевая ценность наших продуктов, она гораздо выше, и с возрастом это становится очень важно. Вот. Это такой призыв попрегать органические продукты. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова